вам нужно как-то выделить текст привлечь взгляд например сделать его анимировано чтобы вот так по горизонтали текст пробегал вашим элементом и надо сделать все это бесплатно не вопрос давайте рассмотрим специальный виджет нет времени разобраться в тонкостях сайтостроения звони прямо сейчас телефон кстати вот здесь вот сейчас будет звонить кстати может бесплатно через приложение вайбер или ватсап создадим тебе супер сайт а я возвращаюсь к теме урока поехали в админке нашего сайта вам нужно установить специальный плагин unlimited elements данный плагин имеет на борту большое количество виджетов как платных так и бесплатных после установки видим здесь unlimited elements здесь в списке находим типография видим здесь бесплатные и платные элементы достаточно интересные но конкретно в этом видео мы рассмотрим вот этот вариант бегущей строки для этого нам нужно данный плагин виджет установить нажимаем здесь на кнопку install для того чтобы данный плагин появился в списке всех плагинов элементу теперь мы переходим страницы находим в самом низу раздел типография плагин перетаскиваю на холст настроек здесь немного в этом поле мы пишем тот текст который у нас будет так сказать пробегать написали текст видим его здесь он уже двигается спит эта скорость например я делаю один и он очень быстро двигается но его не видно нам нужно настроить его дизайн под наш сайт переходим стиле включаем вот этот ползунок типография по карандашку кликаю первое что меня это размер потому что он достаточно маленький например вот так и сразу вот здесь меняют цвет в моем случае наверное белый будет до лучше всего вернусь назад поставлю скорость 10 потому что это очень быстро примерно вот так возвращаю стиле например еще можно что подкорректировать это насыщенность я хочу сделать жирным поэтому выбираю здесь болт вы можете также поиграться и с другими параметрами что здесь я бы еще рекомендовал сделать в типографии вот здесь размеры вам нужно убедиться что ваш текст хорошо смотрится на всех устройствах в наше время сейчас смартфоны преобладают над декстопами поэтому мы должны проверять каждый элемент на удобочитаемость здесь видите маленькие иконки размер я кликаю сюда выбираю например планшет надо чтобы текст смотрелся так сказать не в две строчки то есть скажем вот здесь на мобилке видно что так быть не должно у нас слово переносится но очень неправильно то есть когда мы вы здесь выбрали мобил мы двигаем вот этот ползунок определяем размер так чтобы не переносилось на вторую строчку то есть вот сейчас я адаптировал под мобильное устройство данный текст вы сами это видите он смотрится очень очень хорошо соответственно для мобилки здесь видите размер 20 для компьютера 30 то есть здесь размеры нормально работают для разных устройств свой размер то есть для компьютера нам нужно сохранить размер побольше но для мобилки размер должен быть меньше да чтобы это хорошо смотрелось учитывайте этот момент на этом я урок заканчиваю и увидимся с вами следующем видео